МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без причины с рюганских побуждений причинили телесные повреждения, в том числе с использованием предметов в качестве оружия, гражданину, также жителю пролетарского района города Твери. От полученных телесных повреждений данный гражданин скончался на месте происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жертвой двух малолеток стал местный бездомный. обитавший в стенах пятиэтажного общежития в пролетарском районе города. Избивая несчастного битами, подростки снимали все на видео, чтобы выложить отчет о своих зверствах в соцсети. Игры закончились. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 15-летних нелюдей меру пресечения в виде заключения под стражу. На два месяца, пока идет предварительное следствие. 29 декабря в Заволжском межрайонном следственном отделе регионального следственного комитета подозреваемым предъявлено обвинение. Вынесен приговор 25-летней жительницы поселка Калашниково, убившей свою двухмесячную дочь. Изначально при выезде следственно-оперативной группы на место происшествия по факту поступления сообщения о смерти двухмесячного младенца не был установлен криминальный характер смерти. А 25-летняя мать ребенка наличие небольших гематом на теле малыша поясняло их случайным характером. Однако оперативно проведенным в тот же день судебно-медицинским исследованием трупа малолетней девочки было установлено наличие тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть. После чего незамедлительно следователям Калининского межрайонного следственного отдела СКР по Тверской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и последнее задержано. В ходе допроса в качестве подозреваемой под тяжестью улик мать погибшего ребенка призналась в том, что ночью раздраженная непрекращающимся плачем дочери умышленно била ее головой об кровать и рукой по спине. Установлено, что задержанная является матерью-одиночкой. О беременности с ее слов узнала на позднем сроке. Ребенок не был желанным. Изначально не был установлен криминальный характер смерти ребенка, а мать на лечении небольших гематом на теле малыша пояснила их случайным характером. Однако судебно-медицинским исследованием установлено наличие тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Собранные Калининским межрайонным следственным отделом регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.